За опасное вождение наказывать будут строже. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации единогласно приняли в Госдуме. Они были разработаны межфракционной рабочей группой под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Ировой. Нововведения коснутся людей, которые, лишившись права управления автомобилем, сели за руль. К сожалению, мы с вами имеем статистику о том, что ежегодно более 100 тысяч лиц управляют транспортным средством, не имея на этого законного основания. То есть, фактически, де юра – это те лица, которые не должны быть участниками дорожного движения. Это уже не водители, это заведомо правонарушители, потому что лицо, не имеющее законного права на управление транспортным средством – это правонарушитель. Это лицо, которое умышленно, понимая неправомерность своих действий, совершает их. И тем самым создает угрозу для жизни и безопасности неограниченного круга лиц. При этом статистика также свидетельствует о том, что более половины правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, совершают именно эти лица, которые вообще не должны были быть на дороге. По словам Ирины Ировой, сегодня в отношении водителей-лишенников действует мера административного взыскания, которая фактически стала привычной формой откупа. Мы с вами видели не единожды ретивые видеоблоги, где, хвастаясь и бахвалясь на высокой скорости, те, кто не имеют права управления транспортным средством, продолжают нагло вести себя на дорогах. Именно нагло. И просто откупаются штрафом многократно. То есть неисполнение решения суда на запрет управления транспортным средством превращается в колесницу многократного злоупотребления и неуважения к закону и к обществу. Поправками предлагается установить для водителей-лишенников, которые сели за руль, штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Но если человек дважды попался за этим правонарушением, то дальше последует уголовная ответственность. К сожалению, сегодня по факту последней мерой является только трагическое происшествие на дороге, когда останавливает, к сожалению, только гибель самого этого нарушителя и других людей. Поэтому после повторного привлечения к административной ответственности мы предлагаем устанавливать уже уголовную ответственность, понимая, что все меры воздействия на такого субъекта, они исчерпаны. И общество не может находиться в состоянии постоянного ожидания, когда произойдет трагедия. Вводя уголовную ответственность, мы предлагаем ввести дополнительную меру пресекательного свойства в виде конфискации транспортного средства. В данной ситуации использование транспортного средства лицом, который не является водителем, а заведомо является правонарушителем, а нередко, причем еще и в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, конечно, изъятие транспортного средства – это пресекательная мера, которая оставит такого нарушителя без колес, без возможности продолжения далее противоправной деятельности. Кроме того, законопроект устанавливает новые отягчающие обстоятельства и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления автомобилем, по вине которых пострадали или погибли люди. Сегодня государство должно провозгласить и принять те решения, которые для тех, кто сегодня нарушает закон, могут стать таким ограничителем в противоправном действии. Потому что понимание того, что он лишится транспортного средства, понимание того, что он уже не сможет откупиться штрафом, а будет привлечен к уголовной ответственности, безусловно, огромное количество из этих правонарушителей остановит. Ну а тех, кто эта мера не будет останавливать, значит, они будут нести установленную законом ответственность. Добавим, изменения были разработаны по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Редактор субтитров А.Семкин